Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Ну что же, мы продолжаем. Большая активность от вас была под предыдущим роликом. Многие, естественно, расстроились из-за того, что у нас не получилось перейти в «Спартак». Ну и также я получил новое от вас предложение, куда нам стоит перейти. Много было комментариев по поводу перехода в «Рубин». Был комментарий в «Локомотив», был в «Киевская Динамо», кто-то говорил в «Урал». И последнее-то вроде в «Бельгийский Стандарт» было. Поэтому по такому случаю, раз очень было много предложений по «Рубину», мы будем переходить именно туда. Постараемся, по крайней мере, первыми отправим туда предложение к Леониду Викторовичу Слуцкому. Ну что же, сейчас у нас октябрь и ноябрь месяц. У нас будут также товарищеские матчи со сборной Хорватии. На матч, естественно, мы поедем. Будем отыграть, если нас будут туда выпускать. Ну что же, первый у нас матч. Играем на выезде против Кёльна. Они идут сейчас на девятом месте. Вот такой вот у нас состав. Вот такой вот состав у Кёльна. Мы заряжены. Кёльн против Армении. Поехали. Итак, Ренхейн Энерджи Стадион. Кёльн против Армении. Интересный, что матч у нас сейчас должен порадовать. Надеюсь, как минимум со своей стороны я постараюсь отстоять на ноль. К тому же, как будет нападение у нас играть. И отлично выбиваем мы кулаками. И всё. Хоть я не знаю, но здесь что я мог сделать? Я не видел, например. Мне надо, наверное, на карту смотреть план схемы, где бегут наши игроки, где бегут соперники. Потому что в этой ситуации... Ну что я здесь должен был делать? Давайте посмотрим. И после вот этого просмотра хотя бы одного повтора я скажу. Здесь, по сути, да. Здесь моя ошибка. Здесь я должен был выходить. Потому что я видел, что идёт подача. Я не видел, что там кто-то есть. Поэтому я надеялся на то, что мои защитники там справятся. Ну и прям в упор практически расстреляли. А вообще здесь есть у меня же мини-карта. Это правильно? Да, карта есть. Так что будем смотреть в следующий раз. Ну как-то тоже мне непривычно будет сразу смотреть, если подача идёт даже слева. А карта у меня находится справа. Как-то я не метеор, чтобы смотреть и туда, и туда одновременно. Отлично. На 74-й минуте потащили очень такой опасный удар. Он даже в штрафную уже даже вошёл игрок. И 29-й номер вот как раз. Ну этот вот удар получился у нас за сейвить. И отлично. Здесь очень такая лёгенькая была подача. Мы первые на мяче сыграли. И всё. Минимальное поражение на выезде. Кордоба нам забил. Не знаю, какую оценку я теперь вообще получу. Два удара было в створ. Один мы вот пропустили. Оценку я получил, кстати, 6-0. Лучше даже, чем Хорн я отыграл. Потому что у него вообще просто моментов не было. Ну и вот. Один сек всего лишь сделал за этот матч. Итак, после шестого тура мы опустились уже даже на первое. На самое первое место с конца. Штутгарт победили. Сенсационно там, наверное. Вот. Они набирают для себя первые очки. Вот. И они поднимаются на 17-е место. Мы пока что единственная команда, опять же, которая ни разу не победила в Бундеслиге. 73-й рейтинг у меня. Средняя оценка 6,1 за сезон. Ну что же, нас вызвали в сборную. Мы играем сейчас против сборной Испании. Мы снова в старте. Вот такой вот у нас состав. Такой вот состав у испанцев. Я вообще не понимаю, почему именно нас выпускают на матче сборной. Хотя там есть Субашич, Ливакович. Ну, вот так вот доверяет нам Златко Далич. Ну что же, Луис Энрико. Энрике против Далича. Хорвата против Кепы. Поехали. Итак, Хорватия против сборной Испании. Для нас это очередной серьезный соперник, потому что вот мы играли против сборной Бразилии. Испанцы тоже демонстрируют выдающийся футбол. Поэтому посмотрим, как сыграем против них. И отлично потащили мы первый удар в этом матче от Ягуаспаса. Неплохой, конечно, момент получился, но тоже возможности и вариации, куда дальше пробить, у него было мало. Только в ближний, наверное, угол. Ну и тот мы замечательно закрыли. Так, переводим мяч на угловой. Хотя могли, мне кажется, здесь как-то верхом так пробивал. Мне кажется, намертво мы могли забрать. И отлично снова кулаками выбиваем. Там даже ладонью, мне кажется, мы перевели. Ну а здесь замечательно. Вот этот как раз кросс у нас получилось забрать. Так, ну вот это вот снова дальний удар. Потому что испанцам мы просто не даем моментов создавать. В атаке, поэтому они бьют с любой уже позиции. Ну хотя мы вот не пропускаем замечательно. И все, нулевая ничья против сборной Испании. Снова, кстати, мы не пропустили ни одного ничья. И снова у нас ничья. Вот. Три уже матча мы вроде отыграли на ноль за сборную Хорватии. И три ничьи у нас. Поэтому, я не знаю, но скорее всего это сама суть такой игры. Что ничьи здесь только. Как я могу на позиции вратаря хоть как-то помогать своей сборной? Я помогаю, вот тащу. Семь было ударов, четыре створ, три я сделал сейва. Ни одного мяча не пропустил. Отыграл лучше кепы. Вот. Но атака просто здесь не кокущая. Ну что же, у нас 73-й рейтинг. Средняя оценка в сборной 6,8. Ну что же, снова мы в старте. Играем против сборной Италии. Роберто Манчини. Здесь уже нам противостоит Донарума. Но в нападении у них Инсини и Мобили и Кьеза. Так что интересный состав. Может быть там и Бернардески и Белоти еще выйти. Посмотрим. Ну что же, Хорватия и Италия. Поехали. Ну что же, мы уже на поле. Хорватия против сборной Италии. Поехали. И отлично, намерто забираем. Вроде это вообще первый даже удар от сборной Италии в этом матче. Так, ну а здесь мы просто отбираем наш неудачный, так сказать, вынос. Этот, мне кажется, уже точно дойдет. Ну что же. Очередной матч со сборной у нас отыгран на ноль. Уверенная, мне кажется, у нас была игра. Именно наша вратарская. Был всего лишь у нас на миссию на один удар. Вы представляете, даже не в створ. Три удара было от Итальянцев. У меня оценка, кстати, 5,5. Я не понимаю за что. Хотя у меня сейвов больше, чем у Донорумы. А у него оценка лучше. Может за то, что у меня был всего лишь один успешный пас из трех. Ну вот не знаю. У нас все так же 73-й рейтинг. Средняя оценка в сборной 6,5. Ну что же, сейчас у нас игра против Герты. Они идут на 14-й строчке. У них 5 очков. Нам надо обязательно набирать очки. Потому что у нас самая худшая сейчас позиция в чемпионате. Я не знаю. Мне просто уже неохота выступать действительно за Армению. Они не могут ни бороться, ни за что. Поэтому они не бьют поворотом. Выигрывать без забитых мячей просто нереально будет. Поэтому будем пытаться уходить зимой. Ну что же, Армения против Герты. Поехали. Итак, Шуха-Арена. Армения против Герты. Первый у нас домашний матч в сегодняшнем выпуске. Поехали. Ну здесь отлично. Пенток пробивал. Мы на мертвом мяч забираем. Хотя вот она ошибка. И мы пропускаем. Вот здесь это что во мне? Кариус что ли вселился? Либо что? Там до защитника-то, кстати, дошла эта передача или нет? Надо посмотреть. Как вот он защитника так оттеснил? Ну это бред какой-то начинается уже. Отлично. Вбиваем удар. Отлично. Кулаком выбиваем. Ну и снова очередной удар Пентека. Мы намертво забираем мяч. И очередной гол мы пропускаем. Как вот сейчас вот этот удар мы пропустили? Я вот честно не понимаю. Почему просто вот Пентоку дают даже бить с этой дистанции? И почему я вот так вот здесь отыграл? Я понимал, что он будет бить туда, пока этот мяч уйти, я должен был его отбивать. Но когда я прыгнул, он не стал его отбивать. Как будто руки куда-то убрал. Вот это вот тупо на самом деле. Я так понимаю, это сейв был или что сейчас? Вот я просто хочу посмотреть, что это сейчас было. Ну да, здесь я сейв сделал. Вот, в меня прям мяч попал. Поэтому можно записывать как очередной сейв. И все. Домашнее поражение. Дубль забивает нам Пенток. Просто тупые какие-то голы сейчас залетели. Я вот честно вот не понимаю. Может быть вообще стоит прекратить карьеру за вратаря? Да, потому что невозможно здесь, мне кажется, даже победить. Вот серьезно. Они победили в прошлом сезоне один раз, а только до меня не было на боли. Это какой-то вот этот фактор здесь играет. Ну как я могу? Вот я даже два мяча сейчас пропустил, я отыграл лучше, чем Ярштейн. Сделал 4 сейва. 3 удара непонятно куда были. 2 из них понятны, куда один еще делся. Не понимаю. После седьмого тура мы все так же на 18 месте. Отставание до 17 уже 5 очков. 73 рейтинг у меня. Средняя оценка за сезон 6.1. Ну что, сейчас у нас выездная игра. Кстати, играем мы против Штутгарта. Поэтому сейчас будет небольшая такая борьба за 17 место. В любом случае мы на него не попадем после этого матча. Но нужно хотя бы уменьшать вот это вот лидерство Штутгарта. В целых 5 очков. Поэтому вот такой вот состав у Штутгарта. Вот такой вот у нас. Кстати, мы получим даже голкипера из Штутгарта. Мы заряжены по полной. Штутгарт против Армении. Поехали. Итак, Мерседес Бен Сарена. Штутгарт против Армении. Напоминаю всем, кто не знал. FIFA 20, когда у нас была карьера из-за игрока, мы начинали именно в Штутгарте. И именно на этом замечательном стадионе. Ну что же, теперь мы уже в карьере за вратаря. И в проэволюшене. 2021. Поехали. Ну что же, опасные штрафы возле наших ворот. Пошел, кстати, удар, но мы отбили. Я просто не ожидал, что он сейчас реально так получится у него пробить. Дальняя все-таки дистанция была. Но хорошо, что я все-таки решился прыгнуть. Очень был сейчас опасный момент угловой. И все, заканчивается матч. Нулевая ничья. Поэтому все так же у нас отставание до 17-го места, до Штутгарта. В 5 очков у нас даже ни одного удара, как обычно, по воротам не было. Ну вот единственный вот этот удар с штрафного мы как раз и затащили. Вроде даже единственный сейф был мой за матч. Ну что же, мы все так же на 18-м месте. Это наша вторая ничья. Поэтому 2 очка. У нас 4, да, очка. Отставание теперь, потому что Штутгарт набирает очки, а вот Аугсбург и, кстати, Байерли, Веркутинский что-то внизу делают. Ну, вот такие вот у нас дела. Ну что же, 73-й рейтинг у меня. Средняя оценка за сезон 6.1. Ну что же, сейчас у нас игра против Баварии в чемпионате. Не люблю я, конечно, эти матчи, потому что сейчас у нас будут большие проблемы. Много пропустим. В последний раз мы 3 вроде пропускали, либо 2 от Баварии. Так что полная должна быть у нас хотя бы концентрация. Ребята заряжены, я на это надеюсь. Поэтому Армения против Баварии. Поехали. Итак, Шуха-Арена. Армения сегодня принимает Мюнхенскую Баварию. Команда, скорее всего, идет сейчас там на первом месте. Они действующие чемпионы Германии, если я ничего не путаю. Ну, а мы самая последняя строчка прошлого сезона. Да и сейчас там же и идем. И мы пропускаем. Восьмая уже минута Роберт Ливандовский нам забивает. Заметьте, против сборной Польши, когда я играл за Хорватию, мы ни одного мяча не пропустили. Что сейчас делала здесь оборона, вот вообще непонятно. Смотрим еще раз на этот момент. Из-под защитника просто пробивает. И все, это 1-0. И уже мы проигрываем. Ну, вот этот удар мы затащили. Потому что он и не очень сложный был, конечно. Так, ну вот эту передачу отлично мы перехватили. Ну, отлично. Очередной удар. И снова здесь, ну, понятно было, куда он будет бить. Поэтому здесь уже заранее, можно сказать, мы готовились к удару в ближний угол. Мюллер, кстати, вот пробивал. Ну, отлично. Отбиваем очередной удар. Сейчас вроде снова Ливандовский пробивал. Вроде как он. Сейчас посмотрим. Либо Мюллер, кстати. Хотя нет, это Горецкая даже вроде был. И то не факт. Ну что ж, друзья, минимальное поражение от Баварии дома. Но и на самом деле мне немножко радует даже вот это вот поражение. Потому что всего лишь 1-0 мы проиграли Баварии. Хорошие у нас моменты были именно наши личные вратарские. Первые действительно ударные, наверное, где-то не были мы готовы. Поэтому мы пропустили из-за обороны. Там не видно было. Но все равно 5 ударов, 4 в створ. И мы всего лишь 1 пропустили. У меня оценка 6-0 за этот матч. Я вот 3 сделал сейва из 4 ударов. Всего лишь 1 вот действительно пропустил. 73-й рейтинг все так же у меня. И средняя оценка за сезон 6-1. Ну что же, у нас матч из сборной снова. Хорватия играет против Словении. Да. Ян Облак, кстати, на воротах. Один из, ну, лучший действительно голкипер в мире сейчас. Вот так вот на данный момент. Якуби Йоль. Ильичич. Кевин Кампуль. Миха Мевле вон там. В общем, интересные, конечно, игроки. Ну что же, посмотрим, как и мы сегодня сыграем. Надеюсь, первая победа за сборной Хорватии-то уже будет в товарищеских матчах. Поехали. Итак, и стадио Делануэва Триумфо. Домашний такой вот стадион сборной Хорватии. Лука Модыч у нас капитан сборной. Мы снова заряжены, надеюсь. Ну и ни одного еще пока что мяча не пропустили. Вроде пятый у нас матч за сборную. И все матчи мы отыграли на ноль. Замечательно. И, наконец-то, сборная Хорватии впервые забила, при мне, так сказать, на поле. Петкович забивает. 39-я минута. 1-0. Давайте посмотрим на этот момент. Здесь неплохо так на фланг отдали. Корпус поставили. Подача. Ну а здесь все. Яноблак даже пропускает. Самый лучший вратарь в мире. Это практически вот сейчас сборная Словении. Это похоже на Армению. Хороший у них вратарь. Но вот сама команда, ну там действительно, ну какая там команда. Там Ильичич один только в нападении и все. И оба. То есть на двух людях все равно нельзя вывести матчи там. Поэтому, ну, слава богу, что мы хотя бы вышли вперед. Поэтому это, возможно, наша будет даже первая победа за сборную Хорватии. Ну что ж, друзья. Действительно, здесь такое событие у нас. Историческое. Наша вообще первая победа в карьере за вратаря. Когда именно мы находились на поле. Потому что, ну, ни разу такого не было. Ну вот и получилось, что наша первая победа со сборной Хорватии. Это наша еще и первая победа. Когда мы были на поле. Потому что была у Армении вроде победа в конце сезона. Но тогда мы были на скамейке запасных. Тогда Артега Морена стоял на воротах. Мы были как бы в заявке. Но все равно. Один удар, один гол. Вы просто посмотрите на эту статистику. Облаку немножко не повезло. У меня статистика вообще замечательная. Ни одного даже удара не было. Так что спокойно отыграли. Уверенно, можно даже сказать. У меня 73 рейтинг. И средняя оценка за сборную 6.4. Ну что же, сейчас серьезный у нас будет матч. Мы играем против сборной Германии. Так что, действительно, серьезный соперник. Мы играли против сборной Бразилии. Не помню еще против каких там сборных. Но вот именно сборная Германии. Это та команда, с которыми игроками мы с многими знакомы. Потому что вот с Аней мы буквально пару матчей тому назад играли в Бундеслиге. Гнабри, Ройс тот же из Баруси. Так что, ну вот, Вернер только здесь. Терштегин. Ну и все вроде. Остальные все из Бундеслиги. Поэтому многие игроки мне знакомы. Посмотрим, как у нас получится отыграть. Хорватия против Германии. Поехали. Ну что же. Очередной у нас товарищеский матч за сборную Хорватии. Мне кажется, пока что нам нужно отыгрывать эти матчи. Когда мы там уже с рейтингом 80 будем, тогда уже все. Будем пропускать именно товарищеские матчи. Но пока что будем набираться и опыта для себя. Рейтинг повышаться от этого, мне кажется, должен. Поэтому начинаем очередной матч. Хорватия-Германия. Поехали. И отличный сейв. Причем это самый первый, мне кажется, сейв в сегодняшнем матче именно у нас. Ну и Миллер снова, кстати. Ему без разницы. Хоть за Баварию, хоть за Германию, но он будет пробивать нас. И отлично. Очередной сейв. Здесь уже Бранд сейчас пробивал. И отлично еще и кулаком выбил. Главное сейчас вот этот подбор сдержать. Спокойно. Меч снова в сборной Германии. Последние секунды уже матча там идут. И все. Нулевая ничья против сборной Германии. Хороший матч мы провели. Вроде как, если считается сейв кулаками, то мы сделали их три. Сейчас посмотрим. Два было удара. Вот один перехват такой был. У меня оценка, кстати, 6.5. Рэйбич у нас стал лучшим игроком матча. Я сделал два сейва. Ну и вот этот вот кулаком вынес, когда подача была с углового. Так что матч неплохо. Мы отыграли, мне кажется. 73-й рейтинг у меня. Средняя оценка 6.4 за сборную. Ну что же. Теперь у нас игра снова за Армению. Закончилась у нас вот эта вот международная пауза. Итак, сейчас сыграем против Шарьки. На выезде. Они идут на 10-м месте. У них 12 очков, 10 очков отставания у нас до них. Вот такой вот состав у Шарьки. Кстати, мы лучше даже сейчас вот этого резервного, наверное, голкипера Шарьки решили выпустить. Надеюсь, получится у нас хотя бы один дозабить такому вратарю. Посмотрим, если пройдем оборону. Ну что же. Шарьки против Армении. Поехали. Итак, Велтинс Арена. Шарьки против Армении. Неплохой мы, конечно, международный. Вот этот вызов прошли. Даже смогли победить, хоть и сборную Словении. Но, друзья, в любом случае это замечательно. Мы уже 6 матчей отыграли за сборную Хорватии. И у нас 6 сухих матчей. 5 ничьих, правда. И 1 победа. Но зато без поражений мы идем. Меня это очень даже радует. Ну вот здесь вот, да. Маккенниман забивает. Признаюсь, что здесь была моя ошибка, потому что я дернулся влево, а не в правый угол. Но снова вот мы пропускаем. Точно уже, мне кажется, я поменяю команду. Я, если не ошибаюсь, в карьере за игрока FIFA 20 единственный раз поменял команду в зимнее трансферное окно. И то я перешел из мадридского Реала в мадридская Атлетика. То есть, не меняя даже чемпионат, просто поменял команду в этом чемпионате. Но здесь, мне кажется, нам придется менять чемпионат. И буду пытаться я отправить предложение в Казанский Рубин. Ну потому что в Бундеслиге уж точно за такую команду, как Арминия, нам точно ничего не светит. Но вот это вот уже точно моя ошибка. Я не понял, куда он вообще вышел. Вот здесь, смотрите. Зачем вот это вот было? Я просто нажал, чтобы он встал на свою позицию. Он побежал за мячом. И здесь просто вот уже не успел вернуться. Ну все. Здесь вы можете мне уже точно хейтить за вот этот гол в комментариях. Куда-то вот пошел. Самоуверенно так. Ну что же, закончился у нас матч. Мы проиграли с счетом вот 2-0. У нас очередное поражение. После этого матча, кстати, шальки вот поднялись на восьмую строчку. Мы все так же на восемнадцатом. У нас отставание 5 очков до Аугсбурга. Рейтинг также 73. Средняя оценка за сезон 6-0. Ну что же. Сейчас у нас домашняя игра против Дорганской Баруси. Они идут сейчас на третьем месте. У них 4 очка отставания до Мюнхенской Баварии. Ну что же, посмотрим. В любом случае, мы минимально проиграли Баварии. Сейчас посмотрим, как сыграем против Баруси. Вот такой вот у них интересный состав. Санчо они используют почему-то слева, а Зара, наоборот, справа. Хотя, вроде как, их поменять местами и рейтинг у них будет лучше. Ройса они используют вообще на центральном нападающем, хотя у них есть Холланд. Ну что же, все равно посмотрим. Интересно. Арминия против Баруси. Поехали. Итак, Шуха-Арена. Арминия против Баруси. Домашняя у нас игра. Ужасно, мне кажется, я провел действительно этот матч. А с Шальки предыдущей два гола чисто на мне. Ну, посмотрим, как сейчас мы отыграем против Баруси. Вот, не помню, как мы там 2-0 вроде не проиграли, либо 1-0 в прошлом сезоне в концовке как раз был у нас против них матч. Посмотрим, как в этот раз. Ну и здесь опасный был, конечно, момент. Но почему-то это как-то так странно по центру пробил. Но здесь уже, мне кажется, точно будет удар. Надеюсь, в правый угол, чтобы я потащил. И отлично угадали в этот раз, потому что вроде нам Марка Ройс забивал в левый угол как раз, а я прыгал в правый. Но здесь мы дождались уж полета этого мяча. И неплохо так пробили. Отбили, точнее. Подача. Здесь намертво вообще замечательно. Ну, здесь снова. Вот это вот, да, это снова моя вот ошибка. Я не знаю почему, но я начинаю прыгать до, наверное, нанесения удара. У меня нет такой реакции быстрой. И я сейчас в правый угол прыгнул сначала. Поэтому вот это вот снова моя ошибка. Обидная. Из-за которой мы опять сейчас будем терять вот очки. Так, вот этот удар мы отбиваем отлично. Отлично. Снова намертво у нас получается вот эти вот угловые перехватывать даже. Ну что же, заканчивается матч. Минимальное поражение. Единственный голод, как разобил Марко Ройс. Хоть и сейвы мы хорошие прям делали. Ни одного вот удара, ну нету. Вот у команды как мы здесь должны побеждать. У меня рейтинг 6.0. Сделал, получается, два сейва. Со штрафного там, когда пробивал. Ну и у нас пять очков отставания до 17-го места. 73-й рейтинг у меня. Средняя оценка 6.0. Ну что же, сейчас у нас последняя игра на сегодняшний выпуск. Мы играем против Мюнхенгладбасской Баруси. Они идут сейчас на четвертом месте. То есть серьезные такие вот команды. И Бавария, Баруси, Дортмунд и Мюнхенгладбас прям серьезные такие команды сейчас. Поэтому получилось так, что даже в один выпуск они вместились. Вот такой вот состав у Баруси. Вот такой вот у нас. Посмотрим, как мы отыграем. Надеюсь, концентрация сегодня будет. Поехали. Ну что же, Баруси Мюнхенгладбас сегодня принимает Армению Battlefield. Поэтому посмотрим, как мы сегодня отыграем. Последняя игра все-таки на выпуск. Надеюсь, уверенно мы этот матч проведем сегодня. Отлично. Оттащили этот мяч. И пропустили. Ну вот здесь вот, ну как я мог сейчас это что-то сделать? Я даже в ту точку встал, но голкипер руки прям не успел выставить. И все. 1-0. Вот, прям на этом же месте мы были, но просто руки немножко надо было повыше. Ну вот здесь вот, кстати, кулаком сейчас отбил. Ах ты раньше два матча, я вроде намертво забирал эти подачи. Ну и пропускаем. Ну вот это вот я вообще не понимаю. Я понимал же, что он будет бить туда и прыгнул. Здесь уже, наверное, каких-то способностей вратарских не хватило. Ну вот просто его даже никто не держал. Как так можно его пропустить? То ли он подскочил там еще мяч, но мы пропускаем. И снова сейчас будем еще и 2-0 проигрывать. И все, заканчивается матч. Снова мы проигрываем с счетом 2-0, как и шальки. Так что мячей мы очень что-то много в последнее время пропускаем. У меня оценка 5-0. Ну действительно, здесь это были где-то и мои ошибки где-то могли затащить. 1-1 всего лишь за матч. Ужасная игра. Мы считаем же на 18-м месте. Отставание в 5 очков до 17-го. У меня рейтинг 73. Средняя оценка уже даже 5,9 за сезон. Ну что же, лучший футболист мира это Крещано Роналдо. Получает он золотой мяч. На 2-м месте был Келен Мбаппе. На 3-м Роберт Ливандовский. Так, теперь у нас, кстати, вот прокачался высокий удар с рук. Вообще замечательно. Надо дальше еще посмотреть какие-нибудь там вратарские. Способности. Так, ну давайте еще что-нибудь посмотрим. Есть низкий удар с рук, есть дальний бросок. Наверное, вот это вот лучше нам будет. Ну что же, на этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok